Друзья, завтра 15 числа в четверг в 19 часов открытие выставки современный русский импрессионизм. Приглашаю вас на открытие. Москва, Автозаводская, 18, арт-коробка. Сергей Мищенко. Цвет и тон. Тема важная. Ну, конечно, самая важная. И многим, и, возможно, мне не до конца многоточие. Видимо, понятно, не до конца. Хотя, не знаю, может, не до конца важная. Больше об этом будет, на мой взгляд, важнее, чем многое другое. Ну, вот такая реплика. Больше об этом будет важнее. Я об этом говорю все время и показываю, и рассказываю на классах, в уроках видео, в школе. Заходите. Это основной инструмент, основная тема, вектор, тон, цвет, еще композиция, рисунок, конечно. Из чего состоит картина, любая. Мощный цвет, все красиво, но в тоне. Лажа, и получается, что провал. Что значит в тоне не так? Это не значит, что вы щуритесь и ошиблись. Ну, тон, светлота. В светлоте ошиблись. Красный цвет, например, берете слишком темным или слишком светлым. Нужно точно попасть в соответствии с соседями. Так вот, ошибка не в этом. Странная вещь звучит, как это так, не в этом. А в том, чтобы не гармоничны эти пятна, большие площади масс. Друг к другу. Они выстраиваются в мозаику в соответствии с той гармонией, с тем представлением каждого художника. И раскрывают нам, зрителям, насколько он гармонично все это собирает, эту мозаику. Насколько он чувствует, видит взаимосвязи этих тончайших, тончайших взаимосвязей этих элементов. Так вот, тональные отношения масс могут быть нарушены во имя вот этого чего-то неуловимого, неуловимой гармонии, которую чувствует каждый художник по-своему. Тема невероятно сложная, может быть и непонятная, но на практике, когда мы пишем, на классах это все изучается, просто этим нужно заниматься, но желательно с наставником. Поэтому-то я и зазываю вас на свои классы. Ну, группа уже набрана на Ольхон, там есть дополнительная группа еще есть, поэтому, если уж прям совсем хочется, то записывайтесь, приезжайте, я вас включу, еще можно успеть. Ну, а по тону, ну что, вот, вот разные тонны. Краска черная плюс белила, но тонны разные, светлота разная. Ну, и еще вот к этой рубашке тоже же все по-разному выглядит. Вот одна большая масса, другая большая масса, нам еще что-то. И в мозаику все это собираем, вот практически можно только это понять, когда делаешь, получается или не получается. Сергей Чибисов, к сожалению, очень много примеров в современном обществе, когда хорошие работы не выставляют, зато типа заслуженных, хоть отбавляй. Смотришь и глазенком не веришь. Получается интересная ситуация. Любой, кто занимается профессиональной деятельностью, в конце концов становится космонавтом по отношению к остальным, кто сталкивался с Шишкиным в школе, как быть. Я не знаю, я не могу представить, чтобы в какой-нибудь буржуйской Америке, стране, в любой, были какие-то союзы художников России, или там мозг, или все такое, где вообще голосованием принимается, что художнику показывать, что достойно, что нет. Все решается, и рынок выложил помидоры. Если они гнилые, ну, покупать не будут. Значит, нужно как-то что-то постараться, чтобы они были вкусные. Ну, а союзы решают такой межсобойчик, кто заслуженней, чем остальные, да? И получается, что в заслуженных такие вообще пробираются туда, такие заслуженные вообще какие-то там, даже названия не выговоришь. Член, корреспондент чего-то Академии, чего-то там, о-о-о-о. Начнешь исследовать, смотреть работу, так бежать хочется подальше. Я убежден, качество, что бы вы ни делали в искусстве, пробьет дорогу. Найдет своего зрителя, покупателя. Качество нужно делать, к этому стремиться. Значит, нужно заниматься и выставляться. Как можно шире, и как можно... Компанию нужно найти. Соответственную компанию. Если вы чувствуете, что ваш уровень высокий, более высокий, чем у других, ну, не выставляйтесь среди них. Ищите тех, с кем вам приятно выставляться. Кто может быть выше, чем вы по уровню живописи. Тогда, естественным образом, мы головки тянем выше и выше, и становимся все, уравниваемся через какое-то время. Ну, то есть, просто на уровне пишем. Это быстро происходит, если есть намерение, желание сильно писать мастерски. Би-Джи-Эн. Слава, почему вы упоминаете кошек, но никогда их не показываете. И как отражена тема кошек в вашей живописи. Конечно, это шутка, но многие блогеры-блогеры используют своих кошек-кошек для привлечения внимания. Би-Джи-Эн, би-Джи-Эн. Ну что ж, мне только кошками можно внимание привлечь. Я не знаю. Неужели что-то другое, что я делаю так незначительно, что только кошками можно усилить впечатление. Ну, пишу я иногда. Черносливку, вон она сидит. Ездил в деревню, как-то писал и курей, и кошек, и петухов, и всякое. Ну, это так, наброски. Хамминбёрд, хамминбёрд. Благодарю вас. Хочу уточнить по поводу проклейки холста желатином. Я слышала от одной художницы, как она отправляла зимой картину за границу на холсте, проклеенным желатином. Клиент получил картину. Оказалось, что задняя сторона холста была вся в чёрной плесени. Желатин, как органическое вещество, видимо, при повышенной влажности зимой оказался благоприятной средой для распространения плесени. Как быть, чтобы избежать этого? Ну, добавляют какой-то пластификатор, когда вы проклеили желатином, а потом грунтуете. Профессиональным грунтом грунтуете. Ничего не будет. Ну, туда же добавляются, помимо там мела, клея, ещё какие-то средства против плесени. Нашатырный спирт или что-то там они льют. Хороший грунт всё решит. Если дело за тем, чтобы делать тянущий грунт, то я могу выложить в телеграм-канале ещё раз грунт, который фешн делал. Но это ещё было сто лет назад. Сейчас же очень хорошие материалы, и можно это достичь. Грунтуя водоэмульсионным грунтом, мне нравится. Или там акриловым грунтом. Главное, чтобы он был профессиональный, купленный, может быть, в художественном магазине. Всё это решается. Что делать с той картиной, которая уже плесневая, я не знаю. Давайте спросим у специалистов, у реставраторов наверняка подскажутся. Подскажите, ребята, друзья. Тридцать первый урок. Бухта Чехова. Вот всё просто. Небо, море, скалы, гора на дальнем плане. Кипарис. Но попробуй взять эти тонкие отношения. Если бы было всё так легко, но кругом были бы одни гении. И пока тысячу раз не попробуешь, ничего не получится. Тонной краски изведёшь. Наша задача – мыслить тоньше, видеть тоньше, настроить свой глаз на замечание тонких нюансов отношений. И через какое-то время обязательно включится вот эта распознавательная функция мозга, когда вы видите эти нюансы, когда вы в состоянии замесить, делать замес на палитре и точно взять отношения. Только потом творческая составляющая расцветёт в полной мере. Но не раньше. На мой взгляд, многие делают ошибку. Им кажется, всё. Всё уже получается. Знакомые, близкие, в восторге. Всё в порядке. Я создаю шедевры. Но это не так. Себя не обманешь. Давайте заниматься. И заниматься серьёзно. 31 урок. Всего лишь 31. Но задачи при всей простоте сложнее и сложнее. Малый формат. 30 минут работы. Мастихин, кисти, что угодно. Лишь бы взять тонкие отношения. Делайте подобные мотивы, присылайте мне на разбор. Удачи в живописи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова